На этом поле, где сейчас подсолнухи поворачивают голову к солнцу, в прошлом году был картофель, а сейчас это поле засеяно травой, среди которой вот есть и эти подсолнухи. Они не будут убраны, это поле отцветет и уйдет на зиму. На следующий год здесь ничего не будут садить или пахать, или что-то делать, оно будет жить той жизнью, которая у него получится. Это форма защиты природы, которую сейчас практикуют в Дании. Защита природы от людей. На этом поле в прошлом году рост картофель. Сейчас два года будут расти в свободном состоянии. То, что посеяно, то, что вы сейчас видите, это вот бассейны специально для того, чтобы охранить природу от людей, которые эту землю использовали для производства продуктов питания. А сейчас здесь должно быть, я надеюсь, что она есть, раздолье для насекомых, которое, к сожалению, исчезает в большом количестве от результатов человеческой деятельности. Не только землетелий, но и от многих других. А фермеру, владельцу этого поля, ему заплатили, государство заплатило для того, чтобы он два года ничего не делал на этом поле. Вот это первый год, и на следующий год он тоже не будет здесь ничего делать. Вот такая вот новая идея реализуется. Идея защиты природы. Это Дания. Я стою на полуострове Ютландия. Можно сказать, что в его центре. Рассказываю то, что вижу вокруг. — bent incand message — — Продолжение следует...